Да, иногда даже сюрпризы бывают не особо приятными. Всем привет, ребят! С вами снова я, Энд Данилай. Очередное видео на моём канале. И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались. О чём мы с вами будем говорить. Но не просто говорить, а стучать со дна, потому что обсуждать мы будем очень интересную книгу с крайне интригующим названием «Рождественский сюрприз». Авторство Пенелопе Уорд и Ви Килланд. Как казалось, на канале не было ещё ни одного праздничного книжного обзора. И я решил, что пора наконец-таки совершить эту грандиозную ошибку. И жестоко о ней пожалеть. Именно этим мы сегодня и займёмся. Поэтому, если вы готовы, то давайте начнём. Но перед тем, как мы с вами начнём, я хочу вам быстренько кое-очём рассказать. Я прекрасно знаю и понимаю, что жизнь, особенно под конец года, это очень сложная и запутанная штука. И иногда у каждого из нас наступает тот самый момент, когда вам требуется помощь, чтобы распутать этот огромный эмоциональный клубок. И я считаю, что психотерапия – это отличный вариант, чтобы разобраться с трудностями, которые встали на вашем пути, и стать счастливее. Как многие мои друзья, я считаю, что это отличное вложение в себя, потому что с каждым закрытым гештальтом жизнь действительно становится легче. Именно поэтому я хочу вам порекомендовать сервис по подбору видеоконсультаций с психотерапевтом, который носит название «Ясно». Это потрясающая платформа, где работают больше тысячи тщательно отобранных специалистов. Также там больше 40 тысяч активных клиентов. Так что не бойтесь, здесь вы не останетесь одни. Главная особенность «Ясно» – это сессии, которые проводятся через встроенную видеосвязь на сайте сервиса. То есть вы можете заниматься с любого удобного для вас устройства. С телефона, планшета, ноутбука и так далее и тому подобное. А самое важное, что из места, где вам лучше и комфортнее всего находиться. Специалисты «Ясно», как я уже сказал, отбираются очень тщательно. Финальный отбор проходит меньше 20% психотерапевтов, потому что требования к их образованию, опыту и практике очень высокие. Так что вы 100% окажетесь в самых лучших и надежных руках. А сделать это можно всего за три простых шага. Во-первых, вы заполняете анкету, в которой указываете и выделяете причины, почему же вам нужна психотерапия. Вы также можете выбрать пол психотерапевта, если для вас это важно. Во-вторых, выбираете психотерапевта из рекомендованных именно вам. И, в-третьих, выбираете подходящее для себя время для своей первой сессии. А по промокоду «Энтони» вы получите скидку в 20% на свою первую сессию при регистрации. Кстати, если вы не знали, что подарить себе или своим близким на Новый год, то на сайте «Ясно» есть отличная опция подарочного сертификата на психотерапию. Мне кажется, что это гениальный подарок. Поэтому, пожалуйста, знайте, что вы не одни и вам всегда готовы помочь. Тем более, что когда вам это так нужно. А в том, что просить помощь, нет ничего постыдного. Потому что мне кажется, что перед Новым годом нам всем нужно разгрузиться эмоционально и уже в Новом году сделать все ради того, чтобы стать счастливее. И начать жизнь с чистого листа. Поэтому обязательно приходите по специальной ссылке в описании этого видео. Используйте мой промокод «Энтони» для скидки в 20% на первую сессию при регистрации. И начинайте жить счастливо. Ну, а если вы готовы, то давайте начнем это видео. Итак, собственно, мои маленькие любители длинных и толстых карамелек, а также глубоких кубков, наполненных горячим шоколадом. Видео только началось, а у нас уже все плохо. Так вот, как казалось, мы действительно с вами не разбирали праздничных книг на канале. И пора бы уже это сделать. Именно поэтому у меня в руках рождественский сюрприз. Книга от авторского тандема Викиланд и Пенелопы Уорд. Мы с их творчеством еще не знакомы на канале. Но это не последний раз, когда вы видите их книги. Потому что я сейчас читаю другую книгу их авторства под названием «Мой любимый сводный брат». И я с каждым разом все чаще и чаще... Чаще... Что ты хотел сказать? Я все чаще и чаще с каждым разом убеждаюсь в том, что дно все-таки можно пробить. И даже Марианская впадина это не предел. Поэтому, как говорится, наш корабль отправляется в путешествие по Лапландии. Или где там живет Санта-Клаус. Ну, этот Санта-Клаус, я уверен, что он... Бездомный! Что касается этой книги и ее авторского тандема, у меня были самые заниженные ожидания из всех, возможно, существующих. Потому что даже несмотря на то, что мы с вами не встречались с творчеством этих авторов, я прекрасно знал, что я получу от этой книги. А получил я от нее плевок идиотизмом в лицо. Потому что если описать то, что происходит в этой книге, это получится примерно вот такое предложение. Что будет, если отключить мозг и болтать головой по клавиатуре? Вот это. Хотя, казалось бы, как можно написать плохую книгу про Рождество, тем более романтическую. Но чудеса случаются и разочарование тоже. А давайте-ка перед тем, как мы перейдем к основной части этого обзора, сыграем нашу любимую и традиционную игру «Сколько страниц в этой книге», правила которой невероятно просты. Но я для вас их напомню, вдруг кто-то смотрит меня совсем недавно. Вы смотрите на книгу, пытаетесь прикинуть и угадать, сколько же мне страниц, и пишите свой вариант внизу в комментариях. Если вы угадали, то можете смело сесть на сосульку, потому что хуже того, что вас ждет в этом обзоре, уже не будет. Поэтому раз, два, три, в этой книге 288 страниц. Примерно столько же денег у меня останется, когда я куплю подарки всем на Новый год. Но даже это будет не самым большим разочарованием. Основная часть обзора начинается у нас с чего? Правильно, с внешних характеристик. И тут нам есть где разгуляться, потому что что? Обложка. Как можно было испортить обложку с горячим полуголым мужиком? Объясните, тут буквально даже не нужно стараться. Но, если приглядеться, у нас самый дешевый и убогий костюм Санта-Клауса на свете. Я могу посчитать каждую катушку, которую я здесь вижу. Мужику явно пожалели бальзама для губ. Хоть бы гигиеничку ему дали. У него все куски губ уже откусаны. Вон, аж огромный кусяра висит. Пресс. Размытый. Без пупка, который идет куда-то вниз в темноту. Я так понимаю, что у него стройное тело жираф. Как? Объясните мне. Просто поместить полуголого мужика на обложку все, что нужно сделать. Зачем портить? Объясните. Ну, если не особо приглядываться, тем более с плохим зрением, как у меня, обложка выглядит вполне пристойно. Вот так. Где-то со 100 метров. Перевернуть ее. Положить под шкаф. Все отлично. Но это не самое худшее, что происходит здесь, потому что мы перейдем сейчас к тому, что находится внутри. А это качество книги. И оно отвратительное. Страницы здесь настолько тонкие, что они рвутся буквально при перелистывании. А еще они просвечивают, когда ты просто читаешь книгу. То есть я вижу, что написано позади страницы. Это как возможно вообще? Чернила. Это мое любимое. Спустя пару перелистываний, у тебя пальцы как будто ты искупался в чернилах осьминога. Каким образом качество книги стало настолько отвратительным? За 500 с лишним рублей. Это что за рождественский сюрприз неудачный? Объясните мне. Потому что... Все, полстраницы нет. Размазались все чернила. А ведь реально размазались. Когда эта книга ко мне приехала, она была в пленке. И я такой, хорошо, 18+, стоит, стоит, отлично, прекрасно. Я снимаю эту пленку и чувствую самый отвратительный, дичайший, химозный запах на свете. Как будто мое желание жить наконец-то решило сдохнуть и начало сгнивать. Единственный информационный плюс во всем этом, это факт того, что книга вышла у нас совсем недавно. То есть она прям свеженькая, пару месяцев назад всего лишь вышла. Тираж у нее 5000 копий. И как оказалось, это довольно неплохо. Тем более авторы неожиданно довольно популярные. Потому что здесь написано. Number one Wall Street Journal bestselling authors. New York Times bestselling authors. Я такой думаю, туда всех подряд что ли суют? А я может тоже New York Times bestselling author? Или что? А теперь мы вполне спокойненько можем перейти к обсуждению плюсов и минусов. И давайте в честь приближающихся и надвигающихся праздников мы начнем с плюсов. А они здесь есть. Целый один. А вы что думали? Я старался. И плюс этой книги заключается в ее юморе. Потому что несмотря на свою банальность, идиотизм и тупость, он здесь все-таки есть. И для меня, по крайней мере, шуточки и прибауточки – это важная часть любой книги. Потому что все-таки юмор иногда может довольно хорошо вывести книгу. Даже если все остальное в ней дерьмо. И только ради этого я поставлю этой книге плюсик. Как говорится, крест на могилке этой книги. А теперь перейдем к самому интересному. К обсуждению плюсов и минусов. Потому что их здесь больше, чем у меня в жизни когда-либо было. Во-первых, от этой книги дико воняет нулевыми. В прямом и переносном смысле. Потому что от книги реально попахивает. Все, что происходит в этой книге. Все сюжеты, все истории – это буквально то, что выходило в кинотеатрах 15-20 лет назад. Слово в слово. Абсолютно нулевая оригинальность. Ее просто нет. Нет. Казалось бы, два автора могут придумать что-то интересное. Даже если не особо уникальное. Но хотя бы что-то более, чем просто клише, который собрали в краткое содержание. И сказали, жрите это дерьмище. Вы все равно за это заплатите, потому что вы тупые. Но ладно, отсутствие оригинальности. Так все истории здесь, которых 5 штук в этой книге. Они друг от друга ничем не отличаются. У них одно и то же построение сюжета. Одно и то же. Как можно написать 5 историй, которые друг от друга отличаются разве что местом действия? И то не особо. Мои сочинения в начальной школе «Как я провел лето» отличаются больше оригинальности, чем все, что написали эти два автора. А я даже в четвертый класс не ходил. Я его просто переступил. Как хотелось бы просто переступить через эту книгу. Но если одного нет, то, наверное, авторский язык будет отличаться чем-то интересным. Представьте самый убогий фанфик на свете. Сблюйте на него Рождеством и получится вот это. Пока качество этой книги приближается к отметке ниже нуля. Я хочу бы сказать, что многие вещи здесь плохо адаптированы для русской аудитории. Потому что огромное количество отсылок даже на самые стандартные рождественские песни или фильмы или что-то еще, они плохо переведены. Как, в принципе, и сам роман. И даже банальная шутка про мороженое, сейчас я вам перескажу, потому что в одной из последних историй главная героиня говорит, что хочет провести Новый год с Беном и Джерри, двумя мужчинами. Бен и Джерри – это марка мороженого. То есть вся шутка буквально прошла мимо. Люди не поймут этого. Потому что это в тексте вообще никак не объясняется. Спасибо, что я знаю, что такое Бен и Джерри. Но что может быть хуже, как отсутствие какой-либо оригинальности и убогий авторский язык? Конечно же, персонажи. Потому что от истории к истории они здесь абсолютно не меняются. Это буквально одни и те же люди с разными именами, которые я так и не запомнил. Я почитал эту книгу дважды. Я ни одного имени не помню. Ни единого. А все персонажи здесь – это она не такая, как все серые мышцы с внешностью супермодели, а он, да высокий, накачанный, токсичный альфач с каменным огромным ху... сердцем. Сердце у него каменное. Да. Если кто-то из вас уже подумал, что все, хватит. Куда дальше? Куда можно еще опускаться? Поверьте мне. Это даже не самое убогое, что есть в этой книге. Потому что здесь 8 человек, которые умерли от рака, либо у них он есть. В этой книге больше мертвых или смертельно больных персонажей, чем живых. В одной истории три человека от рака сдохли. Как? По поводу анатомии человека в этой книге я вообще молчу. Потому что у каждого мужика в этой книге начинает активно и рандомно в разные стороны двигаться пипирка, если девушка откроет один глаз больше другого. Я, как обладатель причинного места, хочу сказать, что это так не работает. Вообще! Еще один минус этой книги. Я не закончил. Это факт того, что все истории получились неравнозначными. Потому что одна из историй может идти 15 страниц, другая 150. И по факту из пяти историй только одна получилась наиболее-менее раскрытой. Самая длинная. Все остальные это просто два рандомных человека встречаются и начинают лизаться. Все. Ну и самый ужасный и глобальный для меня минус этой книги. В ней нет ни одного чпока. Ни единого. Ничего. Вообще! Я зачем эту книгу покупал? Чтобы без чпока остаться? Это что вообще? Почему 18+, только за упоминание двигающихся пипирок, что ли? Это как? Все истории к этому вели и ни в одной из них этого не случилось. Ладно, теперь давайте я вам перескажу сюжет всех пяти историй, потому что они, если честно, имеют очень мало смысла. И, как мне кажется, вы догадаетесь, что там будет происходить, пока я вам буду рассказывать. Так что начнем с первой. Называется она «Праздник поцелуев в Нью-Йорке». Марго ждет в кафе своего бывшего мужа. Они разводятся. И пока тот не приходит, ее подруга, адвокат, которая как раз таки представляет ее сторону, говорит ей. Давай поспорим с тобой, как в детстве. Поцелуй какого-нибудь рандомного мужика. Но слабо. Ты же слабачка. Отличная подруга. И Марго убирает, естественно, самого высокого, красивого мужика в невероятно дорогом костюме. Как она это определила, непонятно. Там даже определенная сумма денег есть. Глаз-алмаз. В жопу раз. И подходит к нему и говорит, можно вас засосать. И он такой, да, отсоси сначала. Горячего шоколаду. И потом, когда между ними завязывается диалог. Этого мужика, кстати, зовут Рекс. А нет, это ее бывший муж. Потому что я помню, что у него были маленькие ручки, как у тираннозавра. Этого мужика, короче, неважно. Просто мужик-адвокат. Я даже не запомнил его имя. Они разговаривают. И, естественно, в конце этого разговора он такой, ну, раз уж вы попросили. Запихал язык в глотку. А он начинает стонать, трогать его за бедра и ширинку. Напоминаю о невлюдном кафе в центре Манхэттена. Марго, наша главная героиня и ее подруга идут в суд. И там оказывается, что? Что этот адвокат, которого она засосала, это адвокат ее мужа. Ух, какой сюжетный поворот непредсказуемый. Естественно, что они сближаются. А Марго-то у нас устроительница праздников. И она устраивает праздник для как раз-таки адвокатской конторы, где работает этот самый горячий мужчина-адвокат. Она приходит туда, они флиртуют. И выясняется, что у Марго умерла бабка от рака. Первая пошла, осталось еще семь. И в итоге этот самый адвокат, которого зовут Чет, я подсмотрел это в книге, потому что имя вообще не запоминается, как и все остальные, находит какую-то лазейку для Марго, а также потайной банковский счет у ее бывшего мужа. Отказывается на него работать. И начинает защищать интересы Марго. А потом приглашает ее на ужин, который она сама и организовывает. Они сосутся и встречают Новый год. Все. Конец. Вторая история в этой книге называется «Туши свет, любимая». Коул, писатель, который купил дом в Тихом районе. В канун Рождества Джози, его соседка напротив, решает заставить весь газон светящимися праздничными фигурками. Коулу это, конечно же, не нравится, потому что он говносос. Но тут во всех домах отключают свет, кроме дома Джози, у которого есть генератор. И, собственно, на этом завязывается их невероятная романтичная связь. Потому что, знаете что? Он к ней приходит подзарядить ноутбук, потому что он не может ничего написать. Но тут же видит, как она ходит по дому, чуть ли не полуголая, в одной маленькой рубашечке. Внимание, на улице минус. И снег, метель. Охрененно ходит. И он остается у нее на ночь случайно. А она его дома оставляет. Рандомного, незнакомого мужика-соседа. Охренеть логика. Так вот. Между ними, естественно, завязывается связь, которую Коул отрицает. Потому что что? У него там тоже кто-то умер от рака. А Джози у нас учительница, у которой тоже умер от рака ученик. Боже мой, сколько можно умирать от рака? Коул, у которого до этого стоял писательский блок, при виде полуголой Джози, нашей главной героини. Во-первых, у него дернулась пиписка. Во-вторых, писательский блок снялся. Здравствуйте. И он решил, что Рождество – это время чудес и подарков. Поэтому свой как раз-таки заснеженный газон он решил украсить. Знаете чем? Он купил огромные фигуры из «Звездных войн» и составил из них картину рождения Христа. Как вам такое? А знаете, как закончилась эта история? Сейчас я вам прочитаю. А это у тебя в штанах световой меч? Или ты просто рад меня видеть? Нет. Никакого меча там нет. И ладно бы после этого что-то было, но нет, на этом история заканчивается. Третья история в этом сборнике называется «Горячий скрудж». Рассказывает она про девушку по имени Мередит, которая садится в такси, где уже сидит парень по имени Адам. Она, естественно, не видит, куда садиться и садится прямо на его причинное место, которое успевает еще полапать, потрогать минут пять. Так вот, да, они едут по заснеженному Нью-Йорку, она едет в суд, потому что ее выселяют из квартиры, где умерла ее бабка от рака. У него тоже невеста от рака умерла. И на этом фоне разворачивается их история. Сначала они едут к ней в офис и рвут фотографию с ее бывшим, который ушел от нее к ее подруге. Тем временем этот самый Адам говорит, что его родители уже заколебали тем, что у него нет девушки. И наша главная героиня Мередит предлагает ему пофоткаться и отправить эти фотки в качестве доказательства того, что они встречаются. Ну, притвориться, так сказать. А потом они зачем-то едут на елку и он предлагает ей сфоткаться, сосет ее и в целом на этом история заканчивается. И они решают начать встречаться. Это была самая тупая история в этой книге. Предпоследняя история, и она самая длинная, называется «Рождественский пакт». Главных героев здесь зовут Райли Кеннеди и Кеннеди Райли. Это их отличительная особенность. Они работают в одном издательстве, но в разных филиалах. И как раз-таки случается так, что их письма электронные постоянно путаются между собой. А наша главная героиня Райли Кеннеди постоянно получает письма Кеннеди Райли. И в ответ. И наша главная героиня обращается за помощью в колонку как раз-таки советов, что было популярно лет 20 назад, когда зачарованные еще выходили. И получает ответ как раз-таки от этого Кеннеди Райли. По итогу они встречаются на корпоративе, где флиртуют друг с другом и заключают мирный пакт. А также сделку. Он летит домой, она тоже летит домой, но они живут рядом. Поэтому он поедет с ней к ее родственникам, чтобы представиться ее парнем. А она поедет с ним на свадьбу, как раз-таки его брата, чтобы представиться его девушкой. Отличный план. Никогда такого не видел. Оригинальность зашкаливает. Сначала они приезжают к родственникам главной героини. И выясняется, что Кеннеди Райли не просто занимается работой в издательстве. Он еще и бывший космонавт, который ради девушки бросил свою мечту о полетах в космос. Господи, издательство, космонавтика. Как это может быть связано правильно? Именно этим дерьмом. Потом они идут на свадьбу как раз-таки к этому Кеннеди Райли. И выясняется, что его девушка ушла от него к его брату. И именно на их свадьбу они и приехали. Потом они расстаются. И он приезжает в центр Манхэттена на белом коне. Потому что опять получил письмо, которое она отправляла в колонку советов, где она мечтала о том, чтобы за ней приехал принц на белом коне. И знаете что? Упав с этого белого коня, он предлагает ей выйти за него замуж. А незнакомы три дня. Она соглашается. Финальная история в этом сборнике, наконец-таки, называется комедия с ошибкой. А наших главных героев зовут Пайпер и Мейсон. Пайпер видит у своего дома какого-то бомжа. И говорит, надо ему помочь. Покупает ему сэндвич, чипсики и кладет 50-долларовую купюру в пакетик. Подносит к нему и говорит, вам наверняка это нужно. С Рождеством вас. А он ей говорит, ты тупая? Я не бомж. Я здесь живу. Здравствуйте. В итоге в отместку Пайпер Мейсон перед ее дверью кладет пакет с дилдоками. Отличный подарок, я считаю. Пайпер знакомится со своим соседом. Не с Мейсоном, с другим соседом. Каким-то стариком. Почему она с ним знакомится? Непонятно. Он просто завязывает с ней разговоры и начинает ей отвешивать какие-то похабные комплименты. Она такая, боже мой, внимание, старого мужчины, который разваливается и скоро убрет. Видимо, от рака тоже. Вот там кто-то другой умер от рака, на самом деле. По-моему, ее мать умерла от рака. А, нет, у нее рак был. Точно. У нее был рак и у ее матери был рак. У нее, короче, не может быть детей из-за этого. Это целая сюжетная линия. На две страницы. Короче говоря, выясняется, что этот самый Мейсон, которого Пайпер, наша главная героиня, принял за бомжа, оказался внуком этого самого старика, с которым она сдружилась. И между ней и им возникает романтическая связь. Конечно же, куда же без этого? Он же все-таки подарил ей пакет с дилда. Так что, считаю, начало отношений положено. Потом выясняется, что Пайпер у нас, оказывается, дизайнер. И этот старик ей дарит на Новый год визитку какого-то управляющего отеля, которым оказывается, знаете кто? Мейсон, конечно же, его внук, который на самом деле не бомж, а миллиардер, владелец самой крупной сети отелей в мире. Они сосутся, и он там ей предлагает чуть ли не замуж за него выйти. Конец! Если вы вдруг подумали, что я очень плохо пересказываю, поверьте мне, я старался. Сильно старался. Но это буквально все, что есть в этой книге. Там нечего пересказывать. Она тупая, она беспросветно глупая. Но вы сейчас удивитесь. Потому что я такое делаю редко. Я вам советую ее прочитать. И перед тем, как в ваших глазах застыл немой вопрос, за что ты нас ненавидишь, мне кажется, что эта книга будет одной из тех для вас, которую можно будет прочитать, отключив мозги. Смешно звучит, да? Для того, чтобы прочитать книгу, нужно отключить мозги, которые участвуют в процессе чтения. Но вы поймете, насколько важна качественная литература. После этого вам захочется прочитать что-то адекватное. Потому что я, когда закончил читать эту книгу дважды, сел и прочитал что-то, что мне нравится. И оно у меня тоже здесь есть. Потому что я вам советую прочитать вот такую вот книгу. Осторожно, Рождество. Это книга от Ада Маккея. Он врач и по совместительству комик. Поэтому книжка получилась у него отличная. Она рассказывает про отделение скорой помощи в рождественскую и новогоднюю ночь. И как туда, собственно, попадают люди. Поэтому я вам советую прочитать именно ее. Вот таким вот как раз-таки наборчиком. Это чтобы осознать жизнь, а это чтобы ее конец принять. Но честно, я не понимаю, каким образом книга с таким ужасно банальным содержанием, каким-либо отсутствием оригинальности вообще. Потому что все истории, которые вы сегодня услышали, вы наверняка уже лет 15 назад видели это все в кино. А эта книга новая. Она вышла в Америке буквально полтора-два года назад. То есть... Бестселлер Нью-Йорк Таймс без какого-либо намека на что-то уникальное, интересное и даже не банальное. Я не могу назвать это клише, потому что клише посмотрят на эту книгу и скажут, это не наше. Убери. Мы не имеем к этому никакого отношения. Поэтому, как говорится, мое рождественское пожелание вам, если вы вдруг не верите в то, во что вы пишете, то, над чем вы работаете и то, над чем вы проводите очень много времени, и вам другие люди говорят, что вы ничего не добьетесь, поверьте мне, если это бестселлер Нью-Йорк Таймс, все, что вы делаете, гениально. Поэтому не сдавайтесь. У вас все обязательно получится. А нужные люди оценят вашу работу по заслугам. И да, ребят, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще меня. Смотрите, я вас очень сильно люблю. И хочу, чтобы вам знали каждый, мать его, день. Не забывайте ставить свои комментарии, потому что что? Правильно, комментарии лучше лайка. Ну и лайк тоже можно поставить. А еще, ваше мнение должно быть услышано. Как вам книга «Рождественский сюрприз»? Какая история вам запомнилась больше всего? А также напишите мне, пожалуйста, какие фильмы или сериалы с плагиатами авторы этой книги? Мне будет очень интересно посмотреть. А также, если у вас есть какие-то книги на рождественскую новогоднюю или просто зимнюю тематику, которую вы прочитали и хотите посоветовать, пожалуйста, напишите их в комментариях. Также загляните мой Телеграм-канал. Там есть целый список с книгами, которые гораздо лучше этой. Там есть как раз-таки и вот эта книга. Поэтому обязательно посмотрите. Только потом не говорите, что я вам ничего хорошего не рекомендую. С вами был я, Энтони Юлай. Главное, помните, что статируем себя за чем всех ваших начинаниях. Я вас очень-очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мои соцсети. Мне будет очень приятно вас там увидеть. Мерч «Ай Лос, Бэй Бэй Горл» совсем скоро выйдет в продажу, поэтому ожидайте. Ну и, естественно, оцените мой сегодняшний наряд. Смотрите, какой я в блестящей прозрачной блузке к вам присел. Обняться. Идите сюда. Я, конечно, высоко вставать не буду, а то вы увидите все, что вы не должны видеть. Пусть во мне останется загадка. Идите сюда. Все. Мы с вами увидимся в следующем видео. Не переживайте, их выйдет еще парочка штук. Я вам обещаю. Ну а пока наслаждайтесь этим. Потому что даже если оно не имеет абсолютно никакого смысла, я надеюсь, что оно хотя бы вас порадовало. Именно этим мне и нравится заниматься. Радовать вас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова